приветствую друзья я виталий еще одна делегация американских конгрессменов прибыла на тайвань для встреч с руководством китайской республики на тайване и для того чтобы выразить поддержку населению тайваня в ее стремлении сохранить мир и демократию на острове который остается символом того что китайцы могут жить отнюдь не только под властью своей коммунистической партии как это происходит на материке но и создать эффективное демократическое процветающее общество как известно предыдущий визит делегации американских конгрессменов на тайвань был настоящей сенсацией тогда делегацию возглавила впервые за четверть века спикер палаты представителей конгресса соединенных штатов нэнси пелоси китайская народная республика делала все возможное чтобы не допустить приезда американских конгрессменов во главе с нэнси пелоси на тайвань были угрозы в том числе и военного ответа к нэр на такой визит накануне приезда нэнси пелоси китайская народная республика начала учение у берегов в тайване и фактически блокировала остров но все это не помешало американской парламентской делегации посетить тайвань и это очень важный я бы сказал символичный визит не случайно в своей статье для издания вашингтон пост таблюкованный как раз момент когда самолет американской парламентской делегации приземлился в аэропорту тайбээ нэнси пелоси отмечала что речь идет о борьбе между диктатурами и демократией и в этой связи поддержка демократии является жизненно важной для самих соединенных штатов и других стран цивилизованного мира нэнси пелоси связала свой и тогдашний визит на тайвань с поездкой в киев во время которого американские конгрессмены встречались с президентом украины владимиром зеленским и другими руководителями страны выражаем поддержку в борьбе с жестокой и немотивированной агрессии и террористического государства российской федерации таким образом поездка спикера американской палаты представителей кино тайвань не было продолжением этой поездки в украинскую столицу продемонстрировала что американские законодатели не собираются оставлять в беде тех к чьим интересам ищейки мирной жизни угрожает опасностью от авторитарной агрессии и давление и как видим несмотря на то что в пекине продолжают воинственные заявления и в адрес соединенных штатов америки и в адрес тайване еще одна американская делегация уже не столь высокопоставленная но тем не менее достаточно очевидная с точки зрения символичности такой киев поездки вновь прибыла на тайвань и ее визит освещают все крупнейшие мировые медиа конечно визиты американских конгрессменов на тайвань не являются такой уж редкостью эта поездка нэнси пелоси была особым событием потому что ее предшественник один из предшественников на посту спикера палаты представителей ньют гриндж посетил тайвань аж 25 лет тому назад но тем не менее вот сейчас когда мы видим достаточно серьезное обострение отношений между соединенными штатами и китайской народной республикой из-за тайваньского вопроса очень важно как говорится кто моргнет первым если бы американские парламентарии отказались бы от своих последующих визитов на тайвань чтобы не раздражать коммунистическое руководство китая в пекине это вне всякого сомнения восприняли как знак американской слабости и только усиливали бы давление на тайвань и шантаж самих соединенных штатов угрожая втянуть сша возможное военное столкновение у берегов острова но когда американские политики четко говорят о том что они готовы и далее посещать китайскую республику на тайване и совершают эти визиты то таким образом китай видит что его давление не проходит что американские конгрессмены по крайней мере не собираются соглашаться с тем что на воинственные заявления которые раздаются и от руководства коммунистической партии китая и от руководства министерства иностранных дел китайской народной республики и от военных нужно отвечать страхом забившись так сказать под лавку и откладывая или отказываясь от любых к поездок на нежелательный кей для китайской и народной те республики остров и очень важно чтобы подобная политика проводилась на всех направлениях где демократиям угрожает опасность я совершенно не сомневаюсь что если бы в августе 2008 года когда военные преступники владимир путин и дмитрий медведев предприняли нападение на грузию с целью оккупации части территории этого государства и шантажа грузинского руководства и цивилизованного мира против россии были бы введены санкции из ада которые ударили бы по российским экономическим интересам и подорвали бы стабильность в российской федерации можно было бы избежать всего того кошмара который мир сегодня наблюдает в украине которые переживают жители этого государства российская федерация уверяю вас уже через несколько лет находилась бы в настоящих экономических руинах баба подорвана социальная и политическая стабильность в этой преступной стране причем ситуации когда путинский режим еще не настолько крепко сейчас когда он не мог действовать столь репрессивными человеконенавистническими мерами не только против соседних стран но и против собственного населения но ничего подобного не произошло с владимиром путины предпочли договариваться предпочли искать баланс интересов самым настоящим вурдулаком с чудовище этот баланс интересов искал и президент соединенных штатов в америке барак обама когда договаривался с путиным о сирии о чем там было договариваться нужно было устанавливать бесполетную зону и помогать уничтожению режима башараса но ничего подобного не произошло в результате фактическое российское иранское вторжение в сирию изменения баланса сил в регионе бомбардировки алепа и миллионы сирийских биженцев что привело к крупнейшему миграционному кризису в европе и к изменению баланса сил уже на европейской политической сцене чего и желал российский диктатор затем попытки договариваться по украине 2014 году мы можем говорить что мир достойно ответил на аннексию крыма на вопиющее нарушение международного права с 2014 году совершенное но не совершавшиеся со времен второй мировой войны нет были введены какие-то беззубые санкции против российской федерации против конкретных участников этого политического преступления но не против государства которого нужно было бить в самые уязвимые места и более не менее серьезные санкции появились только после того как россияне уничтожили мирный пассажирский самолет малайзийских авиалиний в небе над оккупируемым ими донбассом а если бы не было бы этого самолета если бы не было этих сотен несчастных жертв российского преступления очередного не первого и не последний то как развивалась бы санкционная политика за все это время строился северный поток 2 хотя украинские эксперты и политики всегда говорили своим западным партнером простую вещь как только этот газопровод будет достроен до конца сразу же начнется большая война в европе я сам говорил это неоднократно и в текстах и на международных конференциях и что в ответ скептические улыбки и все произошло ровно так как и обещали северный поток 2 завершён и война у наших дверей и свирепствует на украинской земле вот почему так важно в случае с тайванем не моргнуть и не сглупить иначе будет не война не одна война несколько и и дестабилизация в нескольких регионах мира сразу смерти и миграции бомбежки голод и холод вот что ждет мир если он не будет давать адекватный ответ на действия авторитарных режимов спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на подписаны мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти проекты пользуйтесь функции спонсорства на самом youtube мира спасибо спасибо